Несмотря на жару, на лесном пруду немноголюдно. Видимо, зареченцы прислушались к рекомендациям главного государственного санитарного врача по городу Заречному. Уже дважды в течение июля Валерий Брянцев издавал рекомендации по ограничению купания из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам. Очередные исследования не принесли желаемого результата. Водные процедуры по-прежнему нежелательны. Из трех проб, отобранных в зоне отдыха лесная, все три пробы, взятые в центре, с левой стороны и с правой стороны, отдаление от уреза воды, все они соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, то бишь по содержанию энтерококков. Превышают гигиенические нормативы. Та же негативная тенденция наблюдается и на Лермонтовском пруду. Хотя официально купание в этом водоеме не разрешено, анализы воды проводятся и здесь. Вода в трех пробах, отобранных в зоне отдыха солнечная, водоеме, также не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, то же самое по содержанию энтерококков. Причиной несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим нормам, по мнению главного государственного санитарного врача по городу Заречному Валерия Брянцева, в неудовлетворительном состоянии водоемов и природных факторах. Высокая температура атмосферного воздуха, в связи с этим высокая нагрузка на водоем, количество купающих много, дождей нет, атмосферных осадков, то есть пополнения нет воды свежей. Это влияет все на ухудшение качества воды. Впрочем, рекомендации специалистов соблюдают далеко не все. Зареченцы не только продолжают купаться в пруду, но и ничтоже сумняшися устраивают водные процедуры для своих питомцев, осложняя и без того негативную тенденцию загрязнения водоема микроорганизмами. Ну а несоблюдение рекомендаций по воздержанию от купания могут привести к крайне неприятным последствиям. Могут быть вызывать и кожные заболевания, могут пораникновения быть через листые оболочки ротовой полости, носовой полости, ранок каких-то в организм. Это тоже самое и желудочно-кишечные расстройства могут быть. Это кишечная инфекция с разнообразной симптоматикой именно кишечной направленности. Избежать негативных последствий можно лишь одним способом – отказаться от принятия водных процедур. Здоровье – это превыше всего, поэтому хотелось наших горожан, и детское, и взрослое население все-таки просить думать о своем здоровье и не купаться в водоемах, несмотря на то, что очень хочется.